Станция Новокрестовская Петербургского метрополитена открыта 26 мая 2018 года. Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Единственная станция Петербургского метрополитена с боковыми платформами, не являющейся конечной. Новокрестовская Колонная станция мелкого заложения Имеет подземный вестибюль. На станции установлены траволаторы, экскалаторы и два лифта для маломобильных групп населения. Платформы отделены от путей стеклянными стенами с автоматическими раздвижными дверями. Выход пассажиров осуществляется на правую сторону, как и на остальных станциях метрополитена с береговыми платформами. Облицовка стен и круглых колонн. Панели из металлокерамики и нержавеющей стали. Фризовые участки стен станции композиции из прямоугольных металлокерамических кассет. Продолжение следует... Продолжение следует... Подшивные потолки станции выполняются из алюминиевых и стальных панелей белого и серебряного цвета. Типа Хантер Дуглас. Балки над кассовыми залами вестибюлей облицованы с применением материалов с зеркальными поверхностями. Плавые станции полированы гранит серых и коричневых тонов. По краям платформ предусмотрены полосы из мучардированного гранита. Возле экскаваторов на каждой платформе расположены скамьи для пассажиров. Новокрестовская являлась важной частью инфраструктуры, необходимой для проведения матча Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге. Ее пропускная способность составила 30-35 тысяч пассажиров в час. Однако по требованию транспортной полиции во время матча ее будут закрывать на вход. Жилых кварталов вокруг станции нет. После 2030 года планируется продление четвертой линии от Горного института до Новокрестовской с устройством на последней пересадке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом линии 3 и 4 Петербургского метрополитена станут первыми, имеющими более одного совместного пересадочного узла. Существующий узел площадь Александра Невского действует с 1985 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok